Есть такой неофициальный лозунг нашей судебной системы, украл батон на нары, украл миллион на канары. Он, думаю, ярко описывает ситуацию. И чтобы ее поменять, нужно менять людей, которые находятся в этой системе. Как поменять людей? Вот давайте сейчас просто помечтаем, какова должна быть работа следственных органов, МВД, МВД следственных, я имею в виду прокуратуру, а также судов. Это очень хороший вопрос. Здесь есть целый ряд мер, которые, я считаю, можно сделать. Я не претендую на истину в последней инстанции, но я считаю, что эти меры близки к тому, чтобы было бы правильно их применить. Может быть, что-то будет слишком радикальным, а что-то там еще нужно отшлифовать, и это не идеальное решение, но тем не менее. Во-первых, я считаю, что для целого ряда вот этих крупных преступлений, которые у нас происходили последние лет 20, наверное, потому что по ним еще не истек срок давности, ими должен заниматься отдельный специализированный орган следствия, пусть это будет бюро расследования, не важно, отдельные прокуроры, отдельно выбранные, не прокуратура антикоррупции, где просто клан Мораря сегодня процветает, не Пичукокс и не любая другая прокуратура. И отдельный трибунал должен этим заниматься. Суд специально созданный для этого. Это как в Виталии сейчас включено. Как в Виталии, да, безусловно. Когда делали специальные следственные группы. Конечно, когда построили специальные помещения, в котором, потому что там было несколько сотен подсудимых, и просто нельзя было вместить у каждого подсудимого еще минимум по одному адвокату. Да, по-моему, убили тогда премьер-министра. И тогда началось на мафию. Альдемора, по-моему. Тогда было несколько таких случаев. Нет, сам игрок. Были чистые руки операция, которая вошла в историю, каракатица и так далее. Но эти процессы, в чем их уникальность, они настолько были важны для итальянского государства и общества, что они даже специальные залы сюда создавали, чтобы вмещалось как можно больше людей. Потому что там несколько сотен было только обвиняемых. Еще прибавьте к этому, пока каждому обвиняемому по одному, а то и по несколько адвокатов. Потому что там крупные мафиози не могли себе целую команду адвокатов нанимать. Ну, это их право. Соответственно, количество прокуроров такое же, репортеров и так далее. Специальные залы создавали, строили, куда вмещалось бы тысяча человек, где сотни человек могли находиться в специальных местах, потому что они под мерой посещения находились. Я смотрел документальный фильм. Ну да, после этого и документальный фильм были, и даже художественные. Но в Молдове почему-то, где ситуация, я считаю, аналогичная тому, что происходило в Италии в свое время, но, к сожалению, нет такой же борьбы с мафией, какую мы видели там. При этом у нас мы ничего такого не видим. И не увидим в скором времени. Потому что пока будет эта власть, и пока будет эта же правоохранительная система, которая у нас есть, перемен к лучшему в органах юстиции у нас не будет.